25 стратегических соглашений заключили страны-участницы в рамках саммита ШОС в Эстане. По мнению генерального секретаря организации Джанмина, он придал новый импульс деятельности Альянса. Новым генсеком шанкайской организации сотрудничества станет бывший министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. А вот председательство теперь переходит Китаю. Следующее заседание пройдет в Пекине. Моя коллега Даля Насипова сегодня целый день провела в адвакции мира и согласия и готова подвести итоги главного политического события. Приветствую Даля. Как все прошло? Добрый вечер, Диас. Все прошло хорошо и по графику. Главная тема, которую сегодня обсуждали участники заседания ШОС+, мир, согласие и справедливое партнерство. Именно этого сейчас не хватает мировому сообществу. По мнению президента Казахстана Касанжемарта Тукаева, под угрозой находится архитектура мировой безопасности. И геополитические противостояния могут привести к тяжелейшим последствиям для всего человечества. Общие усилия стран шанхайской организации сотрудничества должны быть направлены именно на мирное урегулирование конфликтов и стабилизацию безопасности в регионе и мире. Лозунг председательства Казахстана в ШОС, укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию, емко отражает дух нашей общей миссии. Первостепенные задачи, на наш взгляд, остается коллективное продвижение повестки мирного и гармоничного развития. Убежден, разрешить имеющиеся в мире узловые противоречия и обеспечить долгосрочную стабильность в мире можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии. В этом плане большая надежда возлагается на организацию объединенных наций, которая в следующем году отметит свою 80-ю годовщину. Касым Жумар Тукаев предложил принять резолюцию Генассамблеи ООН в поддержку инициативы о мирном единстве за справедливый мир, согласие и развитие. В следующем году исполняется 20 лет сотрудничества между ШОС и Организацией объединенных наций. Казахстанский президент подчеркнул, что участие в заседании Генерального секретаря Международной организации Антонио Гутерриша придает особый смысл и значимость сегодняшнему событию. Ген Секу ООН, в свою очередь, подчеркнул, что помимо геополитических разногласий, миру угрожают природные катаклизмы. Чрезвычайная климатическая ситуация. 2023 год был самым жарким за всю историю наблюдений, но он может стать одним из самых прохладных в будущем. Нарастающие последствия кризиса уже сильно ударили по вашим странам. От таяния ледников до смертоносных наводнений, штормов, засух и сильной жары. Если мы не начнем действовать сейчас, то это будет лишь частью того, что нас ждет впереди. Климат разрушается, угрожая водной и продовольственной безопасности. Сегодняшний саммит стал площадкой, на которой участники обсудили ситуацию в мире и пути решения существующих проблем. Астана также дала возможность лидерам держав обговорить вопросы с глазу на глаз. По мнению политолога Жансаи Нуралиевой, репутация и авторитет Казахстана выросли благодаря прошедшему саммиту. То, что Казахстан собирает лидеров и сажает их за стол переговоров во время такой нестабильности в мире, определяет репутацию нашей страны. И тем самым мы показываем, что мы мирное государство. Мы показываем, что открыты к диалогу. Благодаря этому, например, в нашу страну планируют привлечь инвестиции. Потому что инвестиции приходят только туда, где есть стабильность. Всего по итогам саммита подписано 25 важных стратегических документов. А Казахстан передал председательство в организации Китаю. Следующее заседание ШОС пройдет в Пекине в 2025 году. Вот так прошла очередная встреча участников, наблюдателей и гостей шанхайской организации сотрудничества ДИАС. Благодарю Даля за информацию о том, чем запомнился саммит в ШОС в Астане. Нам рассказала наш столичный корреспондент Даля Насипова. Мы продолжаем выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok